Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visitasam.ru И давайте в этом видео я вам расскажу, когда лучше ехать в Доминикану Все четко, без воды, только важную информацию И упомяну такое немаловажное явление, о котором многие забывают сказать, это водоросли Итак, давайте сразу к делу Официально считается в Доминикане самый такой классный сезон Это с декабря по апрельну, с середины ноября по апрель Это классный сезон, когда не бывает дождей, нету сезона ветров, сезона дождей и нету водорослей Но в это время сразу вам скажу, конечно же, выше цены Вообще, как таковой сезон дождей, проливных дождей в Доминикане не бывает Дождик может лить, допустим, 15-20 минут в период Потом через час выглядывает солнышко Сюда как раз вон вставлю в описании видео, когда был этот дождик Вот этот период, у них длится где-то сезон дождей Считается с мая по октябрь, с апреля по октябрь Кто как говорит, так как погода в последнее время меняется Естественно, один раз может быть в октябре уже начаться дожди и ветра Другой раз в мае Смотрите, важный момент, в принципе, как таково Тут вот температура, она всегда открима тропически Температура примерно идет от 22 до 31 градуса круглый год Зимой она похолоднее, допустим, январь самый холодный месяц Может быть температура 22, сразу говорят, средняя температура То есть, естественно, допустим, днем ночь у вас будет 18, днем 25, там 26 А самый жаркий месяц, это где-то июнь, июль Температура в это время 31-32 Ну, тут самое страшное, даже не дожди Начинают дуть ветра Песчаных бурь здесь не бывает Но здесь, возможно, просто сильные ветра Они точно дуют в это время, допустим, с июня по сентябрь, по октябрь, когда как Это, ну, в начале осени, первой половины осени, сентябрь, первая половина октября Такая погода Вроде бы дождя нету Вот сейчас дуга очень-очень влажна И, естественно, море такое грязное Мило, много водорослей из-за этих дождей или трав Ну, а тут еще такая вот есть опасность Кто был в странах Латинской Америки, США Знаешь, что иногда бывают ураганы Это, конечно, редко Но это может быть Многие говорят, что Доминикана не обходит из гор Кердивьер Действительно, по каким-то причинам В последнее время ураганов в Доминикане не было Хотя, допустим, совсем недавно был ураган в Гуарте-Рико Он прямо шел на Доминикану, развернулся, обошел и ударил по Гаити По соседней стране, которая расположена на этом острове Доминиканцы, например, говорят, что это их бог оберегает Кстати, 95% населения Доминиканы – это католики А, например, у Гаити религии воду Это из-за того, что они не верят в Бога На них приходит ураган Ну, факт остается фактом Несколько раз так было, что один и тот жесток на Гаити попадает ураган На Доминикану нет Но это разрушительный ураган-торнар А так ветра могут дуть Поэтому еще вот важный момент В последнее время, где-то с 14-15-го года Появилось такое явление, о чем многие сайты, блогеры не говорят Это водоросли И вот я вам снял пляж Это большое количество водорослей Саргасово-водоросли Они так названы, потому что они приплывают из Саргасово-моря Есть такое море без берегов на Атлантическом океане То есть эти водоросли приплывают Они в основном урождают пункта Каны Которые расположены на Атлантическом океане Их время также с июня по октябрь Смотрите, если вы приедете летом То есть будет столько, много количества водорослей Это начинается где-то с мая Может быть, до конца октября Помимо там ураганов Вот большой шанс, что будут водоросли Причем эти водоросли Вот два дня назад их было прям ну чуть-чуть И море было гораздо лучше, можно было купаться Но вот сейчас такое количество И, соответственно, море становится Вот такого не голубого Как ни картинка, ни возможно, в даре А вот такого мутного желтого цвета Сейчас, например, конец сентября, начало октября Вот куча водорослей этих на пляже Причем два дня назад их было гораздо меньше И вот, причем эти водоросли Такого я вам записал, какого они цвета Что они гниют и издают запах И цвет моря весь портит Но смотрите, естественно, возникает вопрос Конечно, что живот в меня послушал Лучше ехать в Доминикану, допустим, в декабре Вот сам у них считается совместить Декабрь, январь, февраль, март Ну и кто-то чуть-чуть апрель Но, естественно, в это время гораздо дороже цены Так как, во-первых, очень много праздников Тот же Новый год и самый классный сезон Если вы хотите сэкономить То есть такие бархатные сезон То есть сезон, когда вроде бы и заканчивается Сезон дождей, водорослей И нет такого ветра Вроде бы еще не начинается сезон Например, вторая половина октября Первая половина ноября Или, допустим, апрель месяц Не очень, но это вот первая половина октября Как вроде бы до сезона водорослей Должен заканчиваться дождей Присоединяем почти весь день Ну не весь день, но полный пасмур На дождях Потом пасмур, наверное, естественно, не чистый Когда цены Вот я сейчас как раз поехал Сентября начало октября Цены гораздо ниже Но уже нет таких дождей Нет таких ветров Меньше шансов, что водоросли Кстати, мне это не помогло Водорослей много Но цены гораздо ниже Если хотите максимально с комфортом То езжайте зимой Смотрите, даже если вы поехали Вот сразу скажу Нету ехать смысла, допустим, летом В сезон вот в этот Дождей и водорослей Если предлагают цены Такие же, как зимой Смысла нету, только если цены ниже Если вы поехали в этот период Здесь есть экскурсии Можете сами добраться На остров Саона Это как раз остров Здесь снималось рекламу Баунти, говорят Хотя в многих странах говорят, что там снималось рекламу Баунти, но он действительно красивый Реально красивый Это голубое море, белый песочек Нет водорослей Он огорожен от этого течения Саргасового моря И там вы можете По крайней мере Хотя бы один Там два Два раза съездить Покупаться Сделать классные фото Хотя вот я иду Вот видите Там коричневая палочка Это водоросль А так вроде кажется Что море классное Голубое На самом деле Коричневый из водорослей Вот такая вот Крематопогода В Доминикане Кстати Кремат тропический Очень влажность То есть влажность Большая одежда Не сохнет в любое время Года Что зимой Что летом Одежда То есть очень-очень Долго сохнет Так что кому этот Кремат не подходит Тоже имейте это ввиду Очень-очень влажно Как таковых Зонтиков на пляже нет И крови Всполняют пальмы И вполне-вполне Можно найти место Где будет дольше Теми Комфорта Да Конечно я говорю О курортных городах Доминиканы Еще есть Например Там у них есть заповедики Горные регионы Там температура зимой Опускается И бывает там плюс 5 Плюс 7 И люди даже там делают Камины и печи Но туда обычные туристы Не едут Ну если поедете То знаете что тут есть И горные местности Регионы сами Допустим на машине Где температура Пониже чем Ну ниже Ниже значительно Чем допустим На курортах Ну все Всем пока С вами был Борис Сайт Визитсм.ру Если вам понравилось Это видео Ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал И до встречи В следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok